МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости Люберецкого районного телевидения в студии Марина Архипова. Вначале коротко об основных темах выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По наказам избирателей в городке Б после многочисленных обращений местных жителей отремонтирован и расширен участок дороги. Мы эти проблемы решаем. И вот буквально сегодня на этом участке будет положен асфальт. Никто не забыт, ничто не забыто. Участники обороны Москвы получают сертификаты на автомобили Лады Калина и денежные выплаты в размере 50 тысяч рублей. В течение этой недели и следующей недели все участники войны, дружники тыла, получат свои заслуженные награды. Особый день для каждой женщины в Центральном дворце культуры прошло торжество по случаю Дня матери. Быть матерью, это, конечно, прекрасно. Вкладываться в своих детей, видеть результат. Дань уважения великому спортсмену и престижные состязания для молодежи. 18-й турнир по греко-римской борьбе, посвященной памяти чемпиона мира Николая Шмакова, завершился. Итоги минувшей недели подвели в администрации Люберецкого района. В ходе оперативного совещания руководители предприятий и служб рассказали о проделанной работе и поделились планами на будущее. Подробнее в материале нашего корреспондента. За минувшие 7 дней в Люберцах зарегистрировано 2 убийства. В 7-8 микрорайоне поссорились рабочие, проводившие ремонтные работы в квартирах новостроек. Закончилась ссора тем, что один всадил нож в сердце другого. Во втором случае убийством закончилась семейная ссора. Дочка и ее сожитель убили мать. Детей маленьких оставили в своей квартире. Это по улице Толстого, дом 14, корпус 2, квартира 77. Дочь сама она наркозависище. Ранее в августе месяце мы детей в возрасте полтора годика и три годика находили в Раменском районе, брошенных на дачи. А здесь она, мать, начала им высказывать то, что недовольствие, что дочь находится постоянно в состоянии или наркотиков, или алкоголя. Ну и здесь семейная драка. 22 ноября в городском поселении Красково на карьере утонул человек. После наступления отрицательных температур пожилой мужчина не рассчитал толщину льда и решил порыбачить. Был тонкий лед, пошел на рыбалку и в трех метрах от берега провалился под лед и выплыть сам уже не смог. 24 ноября полностью прекратилось водоснабжение 7-8 микрорайона. Почти сразу оно было восстановлено. Сейчас сотрудники администрации района и коммунальных служб выясняют подробности происшествия. Начали разбираться, обнаружили закрытая задвижка подачи на центральном водоводе. В дежурную службу администрации поступило 41 обращение. Жители жаловались на неудовлетворительное состояние подземных переходов, грязные стены, незаконную рекламу, несанкционированную торговлю. Глава районной города Владимир Ружицкий дал поручение чаще обследовать переходы и устранять проблемы по мере их поступления. Екатерина Захарова, Марина Архипова, Александр Карев, Виталий Лукьянов. Люберецкое районное телевидение. 4 декабря состоятся выборы депутатов Государственной и областной думы. Также в Люберцах пройдут дополнительные выборы в городской совет депутатов по одномандатному избирательному округу номер 4. В ночь на 19 ноября в Люберцах произошел пожар, в результате которого без помещений остались сразу несколько учреждений. В их числе организации детей-инвалидов, общественное движение пенсионеров, местное отделение КПРФ. Все они располагались в деревянном двухэтажном здании по адресу улица Песочная, дом 4. На месте происшествия побывала наша съемочная группа. Так выглядит теперь здание, где на протяжении нескольких лет работал ряд организаций, затрагивающих интересы самых разных слоев населения, в том числе пенсионеров и детей-инвалидов. Также здесь занимали помещения предвыборные штаба кандидатов депутата Московской областной думы от партии «Единой России» Сергея Долгова, местное отделение КПРФ и кадастровое бюро. Несколько дней назад все эти структуры остались без крыши над головой. 19 ноября в 3 часа 55 минут на центральный пульт пожарной охраны поступил сигнал тревоги. К месту происшествия были направлены 5 пожарных расчетов. Через 9 минут с момента поступления сигнала о пожаре, первый пожарный расчет прибыл к месту. Мы установили, что происходит открытое горение кровли уже этого здания, лестничных марш и частично второго этажа. Здание, вы видите, оно ветхое, деревянное полностью, то есть сгораемое. И, в общем-то, пожар удалось только ликвидировать в 6 часов 57 минут. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, пострадавших нет. Сторож, находившийся в здании, смог покинуть его еще до прибытия пожарных. Некоторые из членов размещавшихся здесь организаций, узнав о том, что строение охвачено огнем, поспешили к месту происшествия в попытке спасти имущество. Районная организация детей-инвалидов насчитывает 40 ребят. Еженедельно они приходили сюда с родителями на занятия, рисовали, лепили, мастерили поделки. Сохранившиеся оборудования и детские работы удалось вынести из обгоревшего здания. Потом, когда затушили и лилась уже, еще лилась вода, мы заходили туда, и я сама лично вытаскивала туда на две лавки все, что можно было спасти. Не знаю, рабочим оно сейчас состояние, не в рабочем, но вытаскивали, вот такое было, плакали, рыдали, потому что это наше помещение. Мы пять лет здесь вот нанимались детьми. Учреждениям, которые размещались на втором этаже, повезло меньше. Лестница сгорела, и подняться наверх не представляется возможным. В каком состоянии находится мебель, техника и документация – неизвестно. Именно в такой ситуации оказалось общественное движение пенсионеров, в которое входит более 450 человек. Свою деятельность оно ведет с 2004 года, оказывая помощь людям, вышедшим на заслуженный отдых. Уже здесь пробыла до половины пятого, мне тут делать нечего. У меня все, лестница сгоревшая, крыша там рушится. Я повернулась и ушла. Установлением причин и места возгорания в настоящее время занимается отдел на обзорной деятельности по Люберецкому району. А администрация решает вопрос подбора новых помещений для работы организаций. Марина Архипова, Дмитрий Циркунов, Люберецкое районное телевидение. По наказам избирателей в городке Б после многочисленных обращений местных жителей и автолюбителей был отремонтирован и расширен участок дороги у домов 68 и 72. Теперь там нет пробок в утренние и вечерние часы. А люберчане говорят спасибо местному депутату. Рассказывает Юлия Шпиль. Злополучный участок дороги приносил немало хлопот местным жителям. В час пик здесь стабильная пробка, резкие гудки машины, вдобавок ко всему постоянная копоть и гарят автомобили. В скоплении машин, особенно утром пробки, вся гарь идет вверх, люди задыхались и они попросили сделать, расширить выезд. Он составлял всего 4 метра и каждый автомобиль взял друг друга, чтобы проехать в городок либо на улицу Полубояра. Депутат городского совета депутатов Юрий Корнаухов обратился от имени жителей в Люберецкую администрацию. Проблема была решена без проволочек. В короткий срок был заключен договор с подрядной организацией, в городок Б приехала техника и рабочие за несколько часов участок дороги привели в порядок. Это общее дело. И действительно, люди, видя заботу о наших жителях, особенно о водителях, как мне говорил начальник ГАИ, Юрий Иванович, уважайте автомобилистов, делайте для них больше парковок, расширяйте дороги и так далее. Действительно, мы эти проблемы решаем. И вот буквально сегодня на этом участке будет положен асфальт. Стоит отметить, что в 2011 году по просьбе местных жителей в гарнизоне было открыто несколько современных спортивных площадок, а также отделение Сбербанка и Почты России. Юлия Шпиль, Алексей Адамов, Александр Карев, Люберецкое районное телевидение. Молодым семьям доступное жилье. В рамках реализации федеральной целевой программы жилища в администрации состоялось вручение свидетельств о праве на получение социальной выплаты, на приобретение квартиры или строительства дома. В Люберцах программа работает с 2006 года. Средства предоставляются из федерального, областного и городского бюджетов. 28 ноября обладателями свидетельств стали две люберецкие семьи. Семья Битни Раиса Вячеславовна из двух человек. Она и её сын. И семья Мишина Елена Михайловна из четырёх человек. Елена Михайловна, её муж Алексей Сергеевич, сын Мишин Артём Алексеевич и дочь Мишина Алина Алексеевна. Приобрести новое жильё семьи должны в течение девяти месяцев. Раиса Битна из 90-го года стояла в очереди на квартиру. Ей выдали свидетельство на 650 тысяч рублей. Квартиру она планирует взять в ипотеку. Мы живём в коммунальной комнате, 16 квадратных метров. Семья Мишиных получила свидетельство на 1 миллион 115 тысяч рублей. Родители и двое детей также проживают в коммунальной комнате. Теперь надеются купить трёхкомнатную квартиру. Конечно, придётся брать ипотеку, потому что с двумя детьми не наберёшь столько денег, очень дорогое жильё. Но хотя бы вот эта часть – это часть новой жизни. Участвовать в программе могут семьи, в том числе и неполные, в которых возраст каждого из супругов не превышает 35 лет. Необходимым условием также является наличие у семьи доходов для получения кредита или оплаты оставшейся стоимости квартиры. Никто не забыт, ничто не забыто. На этой неделе сотрудники Люберецкого управления социальной защиты населения посетят квартиры тружеников тыла, а также ветеранов Великой Отечественной войны, награждённых медалью за оборону Москвы. По распоряжению губернатора Московской области Бориса Громова им будут вручать сертификаты на автомобили «Лада Калина», а также денежные выплаты в размере 50 тысяч рублей. На сегодняшний день удостойных этими наградами в Люберецком районе 65 человек. 32 человека – труженики тыла, которые получат по 50 тысяч рублей, и 33 участника войны, которые получат автомашину «Лада Калина». Среди первых награждённых – коренная люберчанка Лидия Антипова. Нежданные гости с цветами и подарками зачитали личное поздравление губернатора области. Вручили памятный знак «70 лет битвы за Москву» и передали конверты с деньгами. Труженик тыла немного растерян, впрочем, все награды заслужены и вручаются в рамках социальной поддержки ветеранов, участвовавших в обороне Москвы. Нам было 17 лет, когда началась вот эта вот вся история. Копали эти самые ямы, причём одни девчонки, мальчишки у нас все ушли в ополчение. Не вернулся почти никто. А тогда мороз был сильный. И чтобы чуть-чуть отковырять земли, лом просто отскакивал. И вот мы там строили какие-то, ставили надолбы, я сейчас помню название, противотанковый ров какой-то копали. Поздравления люберчан, принимавших участие в обороне Москвы и вручении им ценных подарков, являются частью программы социальной поддержки ветеранов Подмосковья. В течение этой недели и следующей недели все участники войны, дружники тыла, получат свои заслуженные награды. Мы вернёмся в студию после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. 4 декабря состоятся выборы депутатов Государственной и Областной Думы. Также в Люберцах пройдут дополнительные выборы в Городской Совет Депутатов по одномандатному избирательному округу номер 4. Драматические события в России, страшные испытания в эпоху самодержавия, трагические годы советской власти. Как творили историю и превращали её в мифы. Как обманывали и истязали русский народ. Каждый день с понедельника по пятницу в 21.00 на Люберецком районном телевидении смотрите документальный сериал «История России. 20-й век». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Особый день для каждой женщины. С 1998 года в последнее воскресенье ноября в России отмечают День Матери. Торжественные мероприятия прошли в Люберцах. В Центральном Дворце Культуры представительниц прекрасной половины человечества поздравили представители Управления соцзащиты, районной администрации и Государственной думы. Материнство в нашей стране сродни героической профессии. Российским мамам приходится одновременно воспитывать детей, зарабатывать на жизнь и решать массу бытовых проблем. В семье Елены Овчинниковой трое детей. Для них она и лучший друг, и наставник, и главный помощник. Быть матерью – это, конечно, прекрасно. Вкладываться в своих детей, видеть результат. Старшая дочь у меня посещает танцы уже четвертый год. В этом году и сына я вожу на танцы. Также мы ходим на рисование, на живое слово. Ежегодно накануне Дня Матери в Люберецкий Дворец Культуры приглашают многочисленных представительниц неофициальной, но от этого не менее легкой профессии. Цель подобного праздника – сохранить внимательное отношение к семейным ценностям. Сегодня хочется пожелать нашим мамам огромного здоровья, терпения, любви, доброты и тепла. Хочется, чтобы ваши глаза всегда улыбались только от радости. Хочется пожелать вам огромного женского и материнского счастья. Для мам Люберецкого района был подготовлен праздничный концерт. Своими выступлениями виновниц торжества порадовали многочисленные творческие коллективы. А депутат Государственной Думы Виктор Семенов исполнил для них песню о России. Белый вальс, белый снег, мир как будто по-новому дышит. Белый вальс, белый снег, на погонах вчерашних мальчишек. Не только теплые слова, но также грамоты и подарки для женщин подготовили в этот день представители администрации Люберецкого района. Вы делаете на самом деле доброе, красивое, хорошее, я уже говорил, святое дело. Рожаете и растите детей, которые становятся впоследствии взрослыми и которые в конечном итоге делают нашу жизнь, какая она есть. Сегодня в Люберецком районе проживают свыше тысячи многодетных семей. Только в этом году правительство Московской области направило на их поддержку 43 миллиарда рублей. В следующем планируется увеличить эту цифру до 40 семей. Юлия Шпидли, Лилия Хайрулин, Александр Карев, Люберецкое районное телевидение. В семье Люберчан-Сударевых пятеро детей. Всех их родители стараются воспитывать в традициях православной веры. Коллектив детского сада, в котором работает мама Мария Михайловна, ходатайствует о присвоении ей знака отличия материнская слава. Екатерина Захарова побывала в гостях у дружного семейства. Ирина, Вика, Галя, Валя и Леша. Всех своих детей родители Мария Михайловна и Юрий Васильевич любят одинаково сильно. Старшей дочери 9 лет, а младшему сыну недавно исполнился годик. Валюшенька. Валя. Будешь тортик? Да. Да? Ну давай, давай, откусывай. Вот умница, хороший мальчик. Родители стараются воспитывать детей так, чтобы они выросли честными и трудолюбивыми. Люди, верующие Марии Михаил, имена детям давали по святцам. Своё почтительное отношение к церкви они передают и им. Ира и Лёша учатся в православной школе. Ухожу их в храм, чтобы они были добрыми, отзывчивыми. Ну вот какие должны быть все дети на нашей планете. Папа Юрий Васильевич больше 30 лет трудился на вертолётном заводе имени Камова. Сейчас возглавляет одну из руберецких транспортных компаний. Но как только появляется свободное время, он вместе с семьёй выбирается на отдых. Вообще мы любим ездить в Кузьминский парк. Там дети катаются на лошадках. На мотоциклах и быстрых. На мотоциклах и быстрых, Лёша, вот вспомнил. Потом на пароме, помнишь, мы на пароме. На самолётах там флаг. Скучно в этом доме не бывает. Семья любит путешествовать. Вместе с родителями ребята уже побывали во многих городах Подмосковья, Орловской и Псковской областях. Отдыхали на Крымском побережье. Когда у нас дети все входят в вагон, понимаете, да, тут начинается сразу беготня. У кого есть, если ещё есть в ходе дети, это что-то. Это получается детский вагон. Как детский сад, это детский вагон. Ирина поёт в хоре при Наташинской церкви. Старшая дочь помогает маме присматривать за сёстрами и братьями. Вместе они делают уроки, придумывают разные игры и занимаются с домашним питомцем, немецким шпицем Ричардом. Мне нравится вот эта баба ёшка, это Вика придумала вместе со мной. Она как баба ёшка с веником гоняется. А собака лает и тоже с нами играет. В этом доме всегда слышен детский смех. Радоваться жизни и радовать близких – вот секрет семейного счастья семьи Сударевых. Екатерина Захарова, Александр Карев, Люберецкое районное телевидение. 4 декабря состоятся выборы депутатов Государственной и областной думы. Также в Люберцах пройдут дополнительные выборы в городской совет депутатов по одномандатному избирательному округу номер 4. 18-й турнир по греко-римской борьбе, посвящённой памяти чемпиона мира Николая Шмакова, завершился в Люберецком спорткомплексе «Спартак», который именитый борец возглавлял более 10 лет. По словам участников турнира, его популярность и престижность растёт год от года. Он давно уже стал международным. На этот раз помериться силами приехали 125 спортсменов из 10 субъектов Российской Федерации, в том числе из Тверской, Ярославской, Кировской, Рязанской и Московской областей. Просторный спортивный зал с трудом вместил всех зрителей. В их числе ветераны Великой Отечественной войны, представители администрации, депутатского корпуса города Люберцы и православной церкви. Я сегодня хочу пожелать симпатичным ребятам, спортсменам, которые на самом деле активно занимаются сбором, достигли хороших университетов, живых университетов. Греко-римская борьба давно и успешно развивается в Люберецком районе. А турнир памяти Николая Шмакова – это не только дань уважения великому спортсмену, но и престижные состязания для молодёжи. Именно люберецкие борцы доказали своё преимущество на ковре, заняв в личном зачёте три первых места. Это Айден Суренов, Марс, Томитов и Григорий Маленков. Обращаем ваше внимание на то, что 1 декабря в 20.00 на нашем канале состоится прямой эфир с главой Люберецкого района и города Люберца Владимиром Ружицким. Свои вопросы вы можете задавать заранее по телефонам редакции 8-498-642-1950 и 8-498-642-1952. Напомню, что выпуски всех наших программ вы можете посмотреть на нашем сайте www.lrt.tv. В студии была Марина Архипова. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова